Здравствуйте, меня зовут Мазеев Алексей. Я являюсь ведущим IT-специалистом компании Простой Софт. В этом видео мы поговорим про использование выражений для формирования списка выбора из другой таблицы. Иногда возникает потребность выбрать определенное значение для поля из какой-либо таблицы. При этом таблицу эту желательно отфильтровать по какому-то признаку. А также желательно учесть то, что этот признак находится в каком-либо поле текущей записи. Приведу простой пример. У нас есть таблица с клиентами. За каждым клиентом закреплен его менеджер. Вот есть поле менеджер. И при формировании договора, после того, как установлено поле менеджер, при выборе клиента, соответственно, должны показываться только те клиенты, которые данный менеджер ведет. Сейчас такая фильтрация не реализована. У нас есть менеджер в данной форме. При выборе клиента у нас отображается вся таблица с клиентами. Давайте теперь для поля код клиента установим формулу для получения списка выбора. Сейчас у нас выбор значений идет к таблице клиента без какой-либо фильтрации. Для того, чтобы составить формулу, выбираем последний пункт в списке, формула. Эту форму можно растянуть. Теперь нам здесь надо указать SQL-запрос к таблице клиента, которую отфильтровать по менеджеру, имя которого содержится в поле менеджер текущей записи. Если со SQL-запросами вы не очень хорошо знакомы, то можно использовать следующий способ. Мы идем в ту таблицу, которую мы будем фильтровать. Включаем здесь фильтр по тому полю, которое будет служить фильтром. Это у нас менеджер. И теперь нажимаем на панели инструментов кнопочку SQL-запрос, чтобы увидеть тот SQL-запрос, который формирует данный набор записей. Копируем данный запрос, отжимаем кнопочку SQL, возвращаемся на вкладочку договора и редактируем свойства поля код клиента. Снова в параметре «Привязать к таблице» выбираем пункт последний в списке формула, вставляем сюда наш SQL-запрос. Единственное, здесь нам необходимо вот эту вот фамилию менеджера изменить на переменную, которая будет содержаться на форме текущей записи, а именно менеджер. Название данного поля я посмотрю, открыв настройку полей. Это у нас юзернейм, внутреннее имя поля. Еще раз вставляю содержимое буфера, удалю лишние квадратные скобки из запроса и заменяю константу в одинарных кавычках на внутреннее имя поля текущей записи, которая содержит фамилию менеджера. Внутреннее имя поля менеджера мы заключаем в треугольные скобки, чтобы показать, что берется значение из текущей записи. Вот наш запрос. Нажимаю ОК и выбираю из списков поля для выбора. нам нужен код клиента. Это поле ID. Нажимаю ОК и теперь при добавлении записи если мы установим нужного нам менеджера, выбираем клиента и таблица клиента автоматически фильтруется по тому менеджеру, который в данный момент у нас выбран в поле менеджер. Мы выбираем клиента, его код записывается в соответствующее поле, таким образом мы достигаем нужного нам результата. Если же поле код клиента у вас на форме скрыто, клиента, то клиента можно выбирать через вычисляемое поле клиента. Однако в данном случае наша фильтрация работать не будет. Здесь мы видим список клиентов для всех менеджеров. Чтобы она заработала, необходимо в свойствах данного вычисляемого поля воспользоваться параметром формула списка для выбора. Здесь нам также надо будет прописать тот же самый запрос, который мы ранее задали для значения списка выбора поля код клиента. Нажимаем ОК. Попробуем, что получилось. Выбираем менеджера и пробуем выбрать клиента. И мы видим, что в таблице выбора отображаются только клиенты, которые принадлежат текущему менеджеру. Достигается тот же самый результат. На этом у меня все. Спасибо за внимание. отображение. До новых До новых ! До новых ! Продолжение следует...